Приветствую вас, дорогие друзья! С вами канал Smart Life. Сегодня речь пойдет о музыкальном мини-флагмане ZTE Axon 7 Mini, цена которого на старте продаж составляла порядка 350 долларов. В розничных магазинах сейчас он продается за 250, а в интернет-магазине Gearbest можно купить за 140 долларов, хотя периодически цена может вообще опуститься до 120 по акции. Я не мог пройти мимо такого заманчивого предложения, ведь за эти деньги мы получаем флагманское стереозвучание, Full HD экран с Super AMOLED дисплеем, модуль NFC и очень удобную диагональ в 5,2 дюйма, в сочетании с эргономикой которого, по ощущениям, ты как будто в руке держишь 5-дюймовый смартфон. Конечно, не все у него так гладко, без недостатков тут тоже не обошлось, но давайте обо всем по порядку. Все необходимые ссылки на самые низкие цены, как обычно, внизу в описании, но мы начнем со знакомства с комплектацией. Смартфон приходит в белой коробочке, такая вот у нас коробочка, внутри находится наш смартфон, на нем изначально была наклеена транспортировочная пленочка, под транспортировочной защитной пленки у нас никакой нет. Значит, в стандартный комплект поставки у нас сходит, смотрите, тут у нас чехол, скрепочка и различные мануальчики, ну, в общем, книжки там по инструкции. Видим, действительно, скрепочку, тут у нас полноценная инструкция, можно ознакомиться. Силиконовый чехол, это тоже очень хорошо, никогда лишним вам он не будет. Зарядное устройство у нас здесь европейского образца, быстрая зарядка поддерживается, 9,5 А. Потом здесь у нас гарнитура такая вот есть, которая по качеству звука себя показывает тоже довольно-таки достойно, то есть хорошо, очень и даже хорошо. И здесь у нас USB Type-C кабель, то есть комплектация действительно хорошая, благодаря тому, что есть быстрая зарядка, силиконовый чехол и гарнитура. Смартфон продается в двух цветовых решениях, сером и золотом, как в моем случае. Диагональя выставляет 5,2 дюйма с Full HD разрешением, спереди стоит стекло с применением технологии 2 и 5D, то есть загнутая края стекла, олеофобное покрытие хорошего качества. В верхней части мы видим фронтальную камеру, наш разговорный динамик, различные датчики в верхней части расположились, а также индикатор событий. Индикатор событий у нас двухцветный, синий и зеленый, когда у нас заряжен смартфон, при пропущенных синий светодиод мигает. Значит, внизу у нас три наэкранные сенсорные кнопки, вот, конечно, недостаток данного смартфона, то, что кнопочки здесь у нас наэкранные. И также здесь отверстие под наш основной динамик, и по сути у нас два основных динамика, здесь у нас стереозвучание. Значит, на верхней грани у нас расположился 3,5-мм джек под наушники, отверстие под микрофон для громкой связи, либо шумоподавления, кто как его называет. Внизу у нас расположен разъем под зарядку USB Type-C и отверстие под разговорный микрофон. С левой стороны у нас расположилась, точнее, с правой стороны у нас кнопка включения-выключения и кнопка регулировки громкости. Кнопочки выполнены из металла, нажимаются мягко и вообще люфта никакого у нас не имеют. С левой стороны у нас расположен лоток под сим-карты. Формата 2 nano-сим-карты можно поставить, либо nano-сим и microSD-карточку. Лоток у нас цельнометаллический, переживать за него вообще не стоит. Сзади мы имеем основную камеру, светодиодную вспышку, сканер пчетков пальцев, логотип компании ZTE и все по сути. Корпус у нас цельнометаллический, то есть это все у нас металл и верхняя и нижняя вставка. Есть только две пластиковые полосочки для улучшенного приема сигнала. Значит, габариты его составляют 71 мм на 147,5 мм и при толщине в 7,8 мм. И весит он 153 грамма. Очень такой вот компактный смартфон, хочу сразу вам сказать. По поводу сборки здесь все идеально. Ничего не тарахтит, не болтается, собран он хорошо. Для сравнения, смотрите, Xiaomi Redmi 4 Prime. Это 5-дюймовый смартфон, это 5,2 дюйма. Немного по высоте и ширине, совсем немного он у нас больше превосходит этот аппарат. Но вот по толщине он тоньше. И в руке лежит этот смартфон значительно лучше, вот я вам скажу честно. Потому что здесь такие вот, видите, правильная форма, покатая края. То есть реально смартфон компактный, ощущается 5-дюймовым смартфоном. В общем, эргономика у него замечательная. Телефон работает под управлением фирменной прошивки Mi Favore 4.0 на базе 6-го Android. Значит, прошивка у нас глобальная, полностью русифицированная, с поддержкой беспроводного обновления. Но по воздуху до 7-й версии Android смартфон не обновляется. То есть сюда нужно загружать прошивку для того, чтобы обновить смартфон до 7-й версии Android. Значит, что сказать по поводу нашей прошивки. Как вы уже поняли, перевод здесь полноценный. Давайте быстро пробежимся по нашей прошивке. Модуль NFC есть. Wi-Fi монитор у нас также присутствует. 5 предустановленных тем. Кнопка навигации, то есть быстрый доступ к различным приложениям можно включать. Голосовое управление тоже присутствует. Управление жестами, смотрите, тут режим в кармане. Ну, в общем, настроек здесь довольно-таки много. Панель навигации, то есть кнопочки вот эти можно зафиксировать так, чтобы они у вас не прятались. Менять назначение, это тоже хорошо. Режим в перчатках позволяет сенсору более чувствительным становиться. То есть тоже есть такая вот дополнительная функция. Ну, значит, лаунчер у нас такой вот стандартный. Все иконки находятся на рабочем столе. Ничего не подтормаживает. Все работает шустренько. Google сервисы были все предустановлены. FM-радио, к большому сожалению, я здесь и нашел. Верхняя шторка выглядит таким вот привычным образом. Можно все настраивать под себя. Значит, кнопочки вот таким вот образом прячутся. Во многих приложениях они у вас автоматически прячутся. Вот эта кнопочка позволяет различный, в общем, виджет, добавлять эффекты. Ну, думаю, вам и так это знакомо. На самом деле, все в прошивке сбалансировано хорошо. Никаких глюков не замечено. То есть по программной части все здесь хорошо. Проверим работу сканера обчатков пальцев. Процент подания и скорость распознавания у него хороший. То есть со сканером у нас никаких проблем не замечено. Телефон работает под управлением процессора Snapdragon 617. Это у нас 64-битный, 8-ядерный процессор, рабочий в максимальной тактовой сети 1500 МГц. И выполненный по 28-мин-эндромы техпроцессу. Разрешение у нас Full HD. Притягнали в 5,2 дюйма. Плотность пикси составляет 424 PPI. Графический чип Adreno 405. Оперативная и постоянная память 332. 3 ГБ оперативной. Из них полтора свободно под различные приложения. И постоянной памяти 32. Изначально доступно 23 ГБ. Все остальное занимает наша система. В Android телефон набирает 46 800 баллов. В Geekbench 710 и 1815 баллов. В графическом тесте 3DMark набирает 386. То есть немного меньше, чем Snapdragon 400 625. То есть по производительности он ему естественно немного будет уступать. Мультитач у нас здесь полноценный на 10 касаний. С сенсором у нас все замечательно. С датчиками тут у нас тоже все отлично. Есть и магнитный сенсор. И гироскоп в очках виртуальной реальности можно пользоваться. Датчик освещения чувствительный. И датчик приближения. А также у данного смартфона присутствует датчик холла. То есть в специализированном чехле экран у вас будет автоматически гаснуть. И есть модуль NFC. То есть беспроводная передача данных у него также имеется. Wi-Fi, как вы знаете, роутер у меня находится за тремя стенами. Уровень сигнала показывает себя более чем достойно. Bluetooth через три стены провелает тоже без каких-либо проблем. Функция OTG у нас естественно поддерживается. То есть через такой вот переходник можно подключать флешку, мышку, клавиатуру и принтер для воды в чате. И давайте остановимся в нашем экране. Экран у нас смотрится Super AMOLED. ОГС технология применена. То есть воздушные, просто такими датчиками дисплеем у нас нет. Отличные углы обзора. Цветопередача тоже хорошая. И плотность пикселей здесь достаточная. Хочу сказать, что вот Super AMOLED дисплеи, они обычно чрезмерная у нас насыщенность. Здесь же с насыщенностью все хорошо. То есть в настройках можно выставить уровень насыщенности. И поэтому здесь экран глаза вам дискомфорта у вас не будет от перебора с насыщенностью. И запас яркости минимальный, максимальный здесь тоже хороший. Телефон работает во всех необходимых частотах 2, 3 и 4G с поддержкой 3, 7 и 20 бенда. То есть проблем с LTE-стями в России у вас не будет. Качество разговорного динамика и микрофона никаких проблем вообще не вызывает. То есть все было отлично слышно как мне, так и ему собеседнику. Звучание в наушниках реально крутое. Ощущается, что у данного смартфона существует звуковой чип АК4962. То есть присутствует весь необходимый спектр. Если у вас особенно наушники хорошего качества, в общем музыкой будете просто наслаждаться. Давайте проверим звучание внешнего динамика. Как вы успели заметить, здесь присутствует встроенный эквалайзер Dolby Atmos. То есть благодаря которому звук еще становится лучше. Ну что сказать, здесь у нас стереозвучание, как вы поняли. Работает два динамика в паре. Реально классное звучание. Ну что сказать, реально музыкальный мини-флагман. По качеству звука здесь никаких претензий вообще нет. То есть слышны и низкие, и высокие, и средние частоты, и глубина звучания здесь действительно поражает. То есть с внешним динамиком здесь все отлично. Произведем GPS-тест нашего телефона. На улице идет снег, но несмотря на это, как видите, спутники ловят телефон замечательно. Есть поддержка как GPS, так и у нас, так и китайских спутников Beidou. Давайте проедемся в Asphalt Extreme. Графику выставил на весь допустимый максимум. Что я вам хочу сказать. В Asphalt Extreme на максимальных настройках графики я не могу назвать игру комфортной. То есть я вижу, что процессор справляется едва-едва. Потому как здесь у нас Full HD разрешение. Графический чип не очень мощный. И поэтому, сами понимаете, здесь не очень все будет радужно, как хотелось бы. То есть в такие игры, как Asphalt Extreme и те же самые танки, там только средние настройки графики для более комфортной игры. И то в танках на некоторых геолокациях нужно включать тени и текстуры для более комфортной игры. Но в такие игры, как Asphalt 8 тянет без проблем. И GTA San Andreas тоже тянет без проблем. То есть такие вот средние игры тянет уверенно. Более тяжелые, то нужно график выставлять на средних настройках графики. При этом нагрев корпуса у него достигается до 37 градусов. Не сильно много, но не сильно мало. То есть особого дискомфорта я не испытывал. А процессор греется до 47 градусов. Это все в пределах нормы. Проверим яркость нашего фонарика. По запасу яркости он себе показывает более чем достойно. То есть проблем с фонариком у нас никаких нет. Камера у нас имеет такой вот привычный интерфейс для ZDX. Он куча всяких настроек. Ночной режим, панорама, бьюти, режим HDR. Основная камера у нас на реальной 16 мегапикселей с апертурой f1.9. То есть это сильная апертура. При хорошем освещении мне очень понравилось, как фотографирует данная камера. То есть многие говорят, что здесь, мол, камера плохая. Но смотря относительно какой цены плохая. За 140 долларов здесь камера очень даже хорошая. Если сравнивать с какими-нибудь флагманами, то, конечно, да. Камера, наверное, не очень хорошая. Но для этой цены камера мне здесь понравилась основная. Я выбрал для сравнения Xiaomi Redmi 4X. То есть чтобы вы могли понять, насколько здесь камера хуже или лучше. Фронтальная камера у нас здесь на реальной 8 с апертурой f2.2. Что за сенсор я не смог узнать. Ни основной, ни фронтальной. Ну, мне кажется, что фронтальная здесь тоже хорошая камера. Но там далее смотрите примеры фото и видео и сравнительные фото с Redmi 4X. И оценивайте. Произведем тест камеры нашего телефона. Запись видео производится в Full HD разрешении. А фокусировка у нас есть как автоматическая, так и по тапу. Но отрабатывает автоматическая фокусировка не очень быстро. То есть хотелось бы немножко побыстрее. Значит, ни электронной, ни оптической стабилизации в камере я не нашел. То есть при ходьбе, как видите, картинка дрожит. И, конечно, это плохо. Стабилизации не хватает. Давайте проверим цифровый зум. Четыре раза. Смотрите, такого уровня детализация. Ну, вы знаете, для своей цены камера здесь довольно-таки хорошая. Мне понравилось. Протестируем камеру при недостатке освещения. Давайте проверим работу автофокуса. Не быстро, но ловит. Дальний объект съемки. Часты кадров у нас хватает. Теперь в полной темноте, как ведет себя камера. Тоже хорошо. Так, автофокус определила хорошо. Дальний объект съемки. И часты кадров тут хватает. Теперь давайте проверим запись видео со вспышкой. Так, тут автофокус ловит. Тоже долговатенько. Дальний объект съемки давайте по тапу. И с динамика здесь все у нас хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Заявленная емкость. Час несъемного аккумулятора составляет 2700 мм 5 часов. И в реальности USB 3D показывают примерно такие показатели. Час просмотра видео. В виде качества Wi-Fi на YouTube при среднем срок яркости поставил телефон на 15%. Час игры опять-таки при среднем срок яркости поставил телефон на 24%. Вы знаете, друзья, для этой емкости и Full HD экрана это хороший показатель, я вам хочу сказать. Ощущается, что здесь у нас хорошо оптимизированная прошивка и AMOLED дисплей. Я сегодня его утром зарядил. Пользовался, конечно, неактивно. Может быть, такая вот умеренная активность. И под конец рабочего дня у меня осталось 60%. Вы знаете, то есть могу сказать, что день активного использования он у вас будет выдерживать без проблем. При умеренной эксплуатации, как вы поняли, раз в двое суток будете заряжать. Плюс у него поддерживается быстрая зарядка. Все результаты перед вами. А это значит, что с автономностью у него, конечно, все на таких вот средних значениях. Но быстрая зарядка в этом плане его спасает. Ну что ж, друзья, подведем итоги. И для того, чтобы ничего не упустить, воспользуемся нашей таблицей со всеми характеристиками. В чем его достоинство? Конечно же, отличное звучание, как в наушниках, так и из внешних стереодинамиков. Далее, AMOLED дисплей с Full HD разрешением. Набор всех необходимых датчиков с модулем NFC. Комплектация с наушниками и чехлом. Связка камер, исходя из его нынешней стоимости, тут тоже хорошая. USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки. Цельнометаллический корпус и отличнейшая эргономика, благодаря которой в руке лежит он, как в литой. К недостаткам я отнесу наэкранные сенсорные кнопки и средние игровые возможности. Автономность ни к минусам, ни к плюсам относить не стану. Я считаю, что аппарат заслуживает вашего внимания. И если вы меломан и в поисках стильного и компактного смартфона, советую присмотреться к этой модели. Но особо не затягивайте, потому как могут разобрать, как и ZTE Axon старший. Хорошие смартфоны, сами понимаете, разбирают быстро. Большое всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, принимать участие в вопросах ВКонтакте, для того, чтобы узнать всеобщее мнение о смартфонах. И обязательно подписывайтесь на канал, если вы по какой-либо причине этого еще не сделали. Ведь впереди вас ждет много и простых, обычных и больших сравнительных мега обзоров. Всем удачи и до скорой встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok